Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Потребительские расходы жителей области сократились на 1%, составили 15 тысяч рублей в месяц. Но успевают граждане, откладывая деньги, вклады в банках выросли на 3%, как и вложения в валюту. Программа Экономика. Кировчане стали чаще брать кредиты. Об этом сообщает Кировское отделение Волговятского управления Банка России. За первый квартал этого года банки выдали им на общую сумму 23,5 миллиарда рублей. Рост за год 13%. Объемы кредитования юридических лиц выросли на 10%, физических на 16%. Кредитный портфель региональных заемщиков оценивается в 128 миллиардов рублей. Вкладывать в банки кировчане стали больше за прошлый год. Показатель вырос на 17% и достиг 144 миллиардов. Здесь больше вклад предприятий. Они в полтора раза увеличили депозиты. Объем вкладов граждан вырос на 13%. Экономика. На 101%. В Вятскополянском промпарке начнут выпускать посуду. Там появился новый резидент. Компания «Посуда Люкс» реализует проект производства посуды торговой марки «Мечта». Уже создано более 60 рабочих мест. Также среди резидентов значится компания «Посуда Нур». Компании зашли из промпарка «Кукмур» в Татарстане. Также ключевыми резидентами Вятскополянского промпарка остаются маркетинг-бюро для производства металлоконструкций и высота 43 лифтовое оборудование. По данным портала БНКиров, на данный момент в Вятских полянах не заполнены только полтора корпуса. На один уже есть инвестор. Программа «Экономика». К другим новостям. Муниципалитеты получат гранты за рост своих доходов. В правительстве разработали новый порядок стимулирования местных властей. На гранты смогут претендовать районы, которые обеспечили рост налоговых поступлений на уровне, превышающем инфляцию. Деньги получат не более 10 самых успешных. Поддержка из бюджета будет распределяться по итогам финансового года. Суммы на гранты пока не называются. От кировчан ждут сведения о счетах за границей. К июню они должны отчитаться перед налоговыми органами. Уведомить государство нужно об открытии и закрытии счета или вклада, об изменении реквизитов и о движении средств. Пока такая обязанность распространяется на россиян, которые находились за пределами страны более 183 дней в течение года. Но Минфин готовит законопроект, который обяжет всех граждан предоставлять данные о счетах за пределами России, если они есть. По замыслу чиновников, состоятельные россияне таким образом лишатся возможности скрывать свои средства за границей. Коллекторы стали вежливее, так считает руководитель группы за права заемщиков ОНФ Михаил Никитин. За последний год в Кировской области, по его словам, не зафиксировано таких ситуаций, как и заклеивание замочных скважин в квартирах должников, развешивание фотографий по подъездам и дворам. А вот число звонков после введения закона о коллекторах не снизилось. Правда, от фраз «заставим отрабатывать» или «а вы внучку встретите из садика, потому что может не дойти», коллекторы перешли к другим. Все ли у вас хорошо? Нет ли причин для ухудшения здоровья? На последок, коротко, несколько цифр. 250 миллионов рублей выплатили подрядчикам после вмешательства прокуратуры органы областной власти в этом году. На 40% снизилось производство овощной продукции в регионе в прошлом году по сравнению с 2015. Для 12% кировчан близость работы к дому важнее зарплаты. Результаты очередного исследования компании «Хэтхантер». В завершение валютах доллар сегодня 56,54, курс евро 63 рубля 53 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101-ФМ.